Похоже, гид теперь такая же умершая профессия, как машинистка или девушка-оператор телефонной станции. Римские холмы в наши дни мало чем отличаются от себя же 300-летней давности. Тогда вечный город был пустынен, на поросших дикими травами склонах паслись бесхозные стада, а форум обживали волки. До подобных крайностей в наши времена дело пока не дошло, но как там будет дальше, поди знай. Отчаявшиеся гиды ищут примет оживления отрасли в любом пустяке, в любой мало связанной с ситуацией детали. Как там говорили про Наполеона? Дрожание его левой икры есть великий признак. Вот приблизительно по таким же признакам пытаются диагностировать возвращение к жизни туристической отрасли. Моя карьера рухнула, и в феврале я, скажем, всерьез подумывал уехать из Рима и искал себе новый заработок. С марта ситуация начала понемногу выправляться. Сейчас мне грех жаловаться, по крайней мере по сравнению с остальными. Дела у меня идут сносно. Но, конечно, работы все еще в половину меньше, чем в 2019-м. Но туристы-англофоны пробираются в Италию правдами и неправдами. Сквозь прозрачные шенгенские границы полулегально проникают на опьяненные европейцы. Но визитеры из более отдаленных регионов до ковида составляли большинство гостей. В 2019-м по итальянскому сапогу протопали 200 миллионов ног, принадлежащих 100 миллионам туристов. Уже в марте полуостров отгородился от мира карантинными заслонами и не снял их фактически поныне. Шумные толпы китайцев, которые затопили площади древних европейских городов, пропали безвозвратно. Нет больше и дисциплинированных японцев, которые вечно с некоторой робостью жались к своим гидам, вооруженным флажками. А они еще недавно составляли приличную долю многоязыкой римской толпы. С началом пандемии японский туристический поток исчез. Вот уже полтора года я не видел японцев в Риме. Им просто невозможно сюда приехать. Ограничения для японцев есть и на родине, и здесь. И вдобавок только ситуация начинает выправляться в Италии, как она ухудшается в Японии. Я надеюсь на лучшее, но выхода пока не вижу. Вымерли как класс счастливцы, которых приводил в Рим так называемый деловой туризм. Отсидеть пару часов на скучных заседаниях, а потом окунуться с головой в томную и пряную итальянскую дольчевита, было прежде много охотников. Но теперь они все повывелись. Вернее, их повывели. Правительства так беспокоились о здоровье этих людей, что лишили их радостей, воспоминания которых не стерлись бы до самой могилы. Ну и попутно заботливое начальство разорило гостиничный бизнес. Конференции нет, съезды и симпозиумы тоже больше никто не проводит. Свадьбы, дни рождения, юбилей. Об этих массовых торжествах остались одни воспоминания. Обороты в мировом туризме рухнули на 90%. У меня годовая выручка сократилась на три четверти. Но у итальянцев есть заботливое государство, которое, если что, прокормит и обнищавшего гида, и даже разоренного владельца гостиницы. А вот в Кении, например, правительство сантиментов не знает. Здесь настолько старательно спасали народ от ковидной гибели, что практически довели до гибели голодной. В прежние годы страну наводняли любители сделать фотосессию на фоне разнообразных зверушек. В нацпарках, вроде Маса и Мару, в сезоны гона и миграции, тысячи зебр расталкивают сотни буйволов, прайды львов опасливо косятся на слоновьи стада. Полюбоваться на все это божье великолепие съезжались тысячи людей. Теперь гостей хорошо, если сотни. Зато противоэпидемический протокол соблюден. Все в точности по заветам древних римлян. Да сгинет мир, да восторжествует закон. До ковида в сезон миграции животных мы снаряжали на сафари по 300-400 машин в день. Группы отправлялись также в самые отдаленные уголки Кении. Сейчас турпоток снизился на 80%. Мы вакцинировали весь персонал, снизили заполняемость машин, держим социальную дистанцию. Короче, соблюдаем все эпидемиологические протоколы, хотя это очень недешево. В общем, не стоит обманываться. Состояние планетарного туризма — это не сон, не литургия, а клиническая смерть, которая имеет все шансы окончательно превратиться в финис леталис, говоря языком медиков. Если сейчас попробовать оживить это бездыханное тело электрошоком правительственных программ, если сделать усопшему инъекцию финансовых энергетиков, то и тут уже некроз не остановить. Многое из того, чем собирались баловать путешественников, невозможно восстановить. Нет денег, людей, нет куража у инвесторов. Как назло, не самые влиятельные экономически устойчивые страны кормятся туризмом. Он обеспечивает 20% греческого ВВП, 25% киприотского, по 12% итальянского и испанского. А есть еще Индонезия, Египет, Тунис, Португалия. Всех не перечислить. Надо понимать, что не только Бог неровно делит. Правительство и граждане тоже. Сокращения обрушиваются в основном на сферы, не связанные с жизнеобеспечением. А окунуться в море, как ни крути, не является для человека условием выживания. Доходы землян снижаются, и теперь им даже выбирать не приходится. Запастись еще одним ящиком тушенки и туалетной бумаги или дать на чай официанту в моробку. Туризм умирает от сокращения притока капиталов, а туристов ужасает удорожение услуг. Что выживает? Курорты дешевые, простенькие и расположенные недалеко от клиента. Но впредь, в среднесрочной перспективе, выбором большинства видится грядка с тяпкой, а не отели All-Inclusive на Сейшелах или во французской Полинезии. Стало пошлостью повторять, мир больше никогда не будет прежним. Но банальность истины не отменяет ее справедливости. Туризм умер. Да здравствует туризм. Но уже новый. Дорогой, малодоступный, но много-менее праздничный и комфортабельный. А если дешевый и массовый, то за ближайшей околицей и тоже, честно говоря, дорогой. Олег Романов, Вокруг планеты.